Наскрести на коалицию. Мартин Шульц отправился в агитационный тур. Лидер социал-демократов колесит по стране и убеждает однопартийцев согласиться на создание парламентского большинства с христианскими демократами Ангелы Меркель. Как у него получается? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Судьба будущей правящей коалиции Германии зависит от 600 человек. Это количество делегатов от разных земель, которые в воскресенье соберутся на партийный съезд социал-демократов в Бонне. Именно они и решат, нужно ли политической силе начинать коалиционные переговоры с христианскими демократами, чтобы убедить однопартийцев проголосовать за у Мартина Шульца. И есть всего несколько дней. Вчера в Дортмунде, сегодня в Дюссельдорфе. Уже два дня Мартин Шульц встречается с социал-демократами земли Северной Рейн-Вестфалия. От нее на съезд приедут четвертая часть всех делегатов. И заручиться их поддержкой уже шаг к успеху. У нас была очень живая дискуссия, открытый и конструктивный обмен мнениями. Эта беседа заставила всех задуматься. И я считаю, что мы можем с оптимизмом ждать партийного съезда. Будет ли у Шульца повод для оптимизма в день партийного съезда, впрочем, непонятно. Социал-демократы земель Саксония, Анхальд и Берлин уже заявили, будут голосовать против большой коалиции. Скорее за СДК Нижней Саксонии. Остальные земли пока колеблются. Все опросы показывают, как только партия входит в большую коалицию. Она теряет рейтинги. Мы считаем, что если политическая сила снова войдет в большую коалицию, это поставит под угрозу существование СДПГ в Германии как народной партии. Противники большой коалиции в противовес Шульцу тоже проводят собственную агитационную кампанию. Так что исход голосования прогнозировать сложно. Чья возьмет, станет известно уже в воскресенье. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.